Коллеги, приветствую! С вами Александр и сегодня у нас 7 июня, пятница. Сегодня у нас состоится Non-Farm Perils, уровень безработицы в США. Данная новость напрямую повлияет на движение доллара на ближайшее время. И мы сегодня с вами детально разберем золото и, соответственно, найдем там точки входа в рынок на ближайшее время и на следующую неделю. Также в описании под видео вы сможете посмотреть на моем YouTube-канале. Я подготовил еще детальный обзор доллара, что предстоит ждать после Non-Farm и также биткоина. Обязательно перед началом ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Amarkets. Ну что же, начинаем. Мы видим, цена у нас находится на дневном таймфрейме в восходящем тренде. Ранее цена у нас отскакивала от линии поддержки. Мы нашли два отскока, от которого сейчас цена у нас тоже аналогично отскочила. Мы видим приоритет бычьего движения. Если рассматривать данную тенденцию, мы можем обратить внимание, когда цена у нас двигалась с начала 19 марта по завершению, у нас было в 20 числах апреля, рынок у нас начал корректироваться вблизи ценовых уровней. То есть у нас здесь в данном случае цена очень сильно отскочила от 23.91. Обратите внимание, тела свечей не смогли закрыться за данным уровнем. Те не пробивались, а тестировались. Что это о чем и говорит? То, что если у нас тело свечи закрывается за сильным ценовым уровнем, это является сигналом, что рынок будет идти в сторону пробоя. Важно учитывать именно пробивные свечи, которые вы увидите, вариант слева, зелененький. Вот такие свечи у нас должны пробиться, закрыться тело свечи за указанным уровнем, либо линией. Это будет считаться за пробой, и цена будет двигаться в эту сторону с большей вероятностью. Если мы увидим свечи, которые будут выглядеть как справа, такие свечи мы будем игнорировать. Соответствующая цена у нас подошла вблизи данного уровня, и по этой причине рынок у нас сейчас корректируется после хорошего недавнего роста. Далее, теперь нам нужно определить восходящий коридор, в котором сейчас у нас цена находится в данный момент на 4-часовом таймфрейме. То есть, если мы его берем, то есть вот у нас есть хорошая область поддержки, также у нас есть хорошая область сопротивления. То есть, вот у нас он, восходящий коридорчик. Теперь, соответствующий, пока цена в нем находится, мы можем еще так дополнительно перейти на часовой таймфрейм. В данном случае у нас он становится пошире, немножко вот так вот приблизим его. И вот у нас область такая более широкая будет у данного у нас коридора. Следующее. Вот пока цена у нас находится в данном восходящем коридоре до выхода новости, нам нужно учитывать то, что приоритет у нас будет оставаться в движении цены в рамках него. В случае, если у нас цена, у нас здесь сейчас в данный момент уже формирует фигурку восходящий клин. И если мы видим то, что у нас данный уровень поддержки пробьется, то есть у нас сейчас сейчас закроется в ближайшее время, запись у нас идет в 9 утра 41 минута. Соответственно, если у нас будет прорыв, то предусматриваем то, что цена у нас приблизится к ближайшим целям этого уровня поддержки, от которого ранее рынок у нас отскакивал 4 июня, 5 июня и 6 июня рынок у нас циклично от него двигался. Соответственно, если мы увидим отскок, то стоит учитывать то, что рынок после выхода новости вполне будет тестировать у нас ближайший уровень 23.87, попытаться его прорвать, но основная работа будет у нас именно с 23.91, с тем максимумом, который мы видели на старших таймфреймах. Соответственно, если мы предвидим то, что рынок у нас будет его пробивать, стоит учитывать то, что цена дальше будет стараться двигаться в рамках данного восходящего импульсного коридора, если мы берем вот зеленый восходящий тренд. То есть это у нас будет прямой импульс. Если мы посмотрим, как рынок себя вел с данным ценовым уровнем, мы можем уже обратить внимание на хорошие закономерности. Когда цена ранее у нас подходила к 10 мая, к данному уровню 23.78.464, а именно, давайте выделим оранжевым цветом, то цена у нас от него очень мощно корректировалась. Но когда у нас произошел прорыв, я как думал, мы видим то, что у нас и произошло у нас сегодня, то это показатель был того, что рынок у нас дальше стремился вверх к уровню 23.91, и после него рынок корректировался и уже потом двигался вверх. Значит, для того, чтобы у нас было хорошее движение наверх, мы видим перед этим у нас вот в истории, то, что действительно фактически у нас влиялось для аргумента, то, что цена у нас приближалась к уровню 23.89, как и сейчас, ну и уровню сопротивления. По этой причине рынок у нас сейчас корректируется. Значит, для того, чтобы уверенный уже рынок пошел наверх, мы предусмотрим на часовом таймфрейме прорыв 23.97. Это уже будет более таким хорошим вариантом, потому что после этого, когда цена у нас его преодолела, когда у нас это произошло в 17 мая, рынок уже уверенно золото начал расти. И мы предвидим аналогичное движение с учетом коррекции, предусматривая развороты на отметках 24.13.5. Также учитываем после прорыва у нас максимума 24.19, то, что рынок у нас дальше пойдет в сторону роста. Как мы видим, это по истории рынок у нас реагировал, дальше начал двигаться вверх. И вот мы учитываем за основе то, что уже происходило на графике, а значит, с большой вероятностью рынок это будет у нас повторять. И соответствующие следующие у нас цели, как раз у нас будет придерживаться 24.34. И там уже в зависимости, как у нас закроется пятница, возможно, это у нас будет работать понедельник, мы увидим дополнительные движения к области 24.50-200. То есть, все учитывать, конечно, нужно, пока мы будем двигаться в этом красненьком восходящем коридоре, цена будет уверенной, приоритет у нас на рост цены. Однако, так как еще у нас впереди цена у нас, выйдет у нас новость только примерно через 6 часов, то нужно учитывать то, что цена у нас может протестировать пробой уровня 23.53 и пробитие линии поддержки восходящего тренда. То это будет сигналом, что все-таки золото у нас ослабеет и ориентировочно его падение у нас уже составит к области линии поддержки восходящего тренда зелененького, который мы с вами обнаружили, предусматривая откаты 23.45, как это было у нас в прошлом, когда цена у нас здесь пробивала его, здесь была у нас коррекция, далее после дополнительного прорыва цена у нас уже останавливалась в области 23.32. На основе этого мы будем учитывать то, что здесь рынок у нас будет останавливаться. Но если цена у нас приблизится к линии поддержки после пробоя, обязательно учитываем то, что цена от него может отскочить и преждевременно нужно будет выходить из позиций. Здесь дополнительно я бы еще рассмотрел бы дополнительные у нас, которые есть на рынке отскоки, которые рынок у нас сейчас формирует вот таким вот образом, то есть которые у нас были максимумы и в итоге если у нас пробивается красная линия поддержки, то я считаю то, что рынок у нас попробует расширить восходящий коридор, чтобы это было понятно визуально, то есть у нас вот он максимум, вот он второй максимум, третий максимум. Если он пробивается, то есть красная у нас линия поддержки будет в области как восходящего клина. И если после прорыва предусматриваем движение к линии поддержки восходящего, то есть там тоже как вариант находить точки ввода в рынок, но до линии поддержки синего, которую мы нашли, потому что от нее отскок высоковероятен. Вот, так что если резюмировать, я вижу то, что здесь с большей вероятностью цена золота после сегодняшней вот этой коррекции, я думаю как раз это хорошо, то что вот у нас импульс произошел. Сейчас перед новостью скорректируемся и потом уже можно будет находить дополнительные точки входа в рынок уже на рост. Как предвидеть начало роста, если мы будем находиться на младшем тайфрейме, например, и внутри красного коридора? То есть здесь нужно подготовиться к тому, что у нас уже рынок строит вот такой вот коридорчик. Давайте выйдем вот таким красненьким цветом. Вот, сейчас вот мы в нем корректируемся, а значит, когда рынок у нас даже на 5-минутном тайфрейме протестирует уровень 23.78, то есть это уже будет сигнал, что рынок выйдет из красненького коррекционного коридора нисходящего и прорвет уровень, который у нас раньше цена к нему подходила, от него отскок был хороший, и только когда уже рынок его прорвал телом свечи, тенью, как бы обратить внимание, не идет в расчет, рынок уже уверенно пошел вверх. То есть это и будут условия для роста. Дополнительно, чтобы более точно определить точку входа рынок и более безопасно, 23.79, ну 23.80 уже стоит расчет уже иметь. То есть это как раз тот момент, когда у нас вот сегодня в 4 утра рынок от этой тени отскочил. И когда уже ее прорвал, мы видим то, что рынок ее протестировал как линию поддержки и уже пошел уверенно вверх. То есть это как будем брать за основу то, что происходило на графике ранее и будем предусматривать также рост к этим целям 23.86.40. Учитывая то, что рынок у нас это будет тестировать. Коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Искренне желаю вам как можно больше тейк-профитов, ну и здоровья вам, вашим близким. До встречи. Пока-пока.